Нарушение сроков работы или задержка поставки товаров, видимые недостатки в качестве товара. Эти и многие другие вопросы, с которыми обращаются жители области Брестско-областное общественное объединение правовой помощи потребителям. Иногда ситуации решаются в плановом порядке, но в половине всех ситуаций конфликты решаются в зале суда. Всегда претензия продавцу либо исполнителю, и его уже дальше право либо реагировать на нее, удовлетворять требованиям в досудебном порядке, либо он отказывает, либо, как часто бывает, вообще ответа не приходит на претензию. Многие стараются не получать претензии, потому что думают, что таким образом могут как-то избежать ответственности. И уже те случаи, когда претензия была проигнорирована продавцом либо исполнителем, либо был дан отказ, как мы считаем, немотивированный, то мы подаем исковое заявление в суд в интересах потребителя. Все юридические отношения в данной отрасли регулируют закон о защите прав потребителя, а также гражданский кодекс. Дела рассматривают суды общей юридикцией, и, пустив 90% случаев, решение оказывается в пользу потребителя. Потому что не все продавцы и исполнители добросовестно выполняют работу. Есть и те, кто считает себя умнее законов. Гражданин никак не оформил свою предпринимательскую деятельность ни в форме ИП, ни в форме юрлица, но при этом продолжал оказывать услуги в частном порядке и, по его словам, на безвозмездной основе. На самом деле все было иначе. Позиция ответчика строилась на том, что, поскольку он не является индивидуальным предпринимателем уже, то иск о защите прав потребителя к нему предъявлен быть не может, во-первых. Во-вторых, работу он оказывал якобы бесплатно, незнакомому человеку, безвозмездно оказывал услуги. Но с буквой закона ситуация была иной. В итоге суд признал, что поскольку у нас в соответствии со статьей 22 Гражданского кодекса гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не является индивидуальным предпринимателем. И к таким сделкам применяются правила, установленные законом о предпринимательской деятельности. Стоит напомнить и о том, что закон о защите прав потребителя распространяется на сферу торговли и услуг, реализуемых в соцсетях и посредством интернета. Свои права нужно знать и уметь их защищать. А обратиться можно и к специалистам Брестского областного общественного объединения о правовой помощи потребителям.